Оксана Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! В «Газпромдобыча ябру» немало работников, которые сейчас вынуждены в межвахтовом отпуске из-за ситуации с коронавирусом. Предприятие, конечно, их поддерживает авансами, но у многих кредиты, в том числе в «Газпромбанке». Как им лучше поступить, если до этого они платили вовремя и в полном объеме, но теперь временно доходы снизились? У нас для клиентов разработано несколько программ, как раз-таки кто у нас оказался действительно в таких условиях сейчас тяжелых. Первая программа – это государственный кредитный каникул в соответствии с федеральным законом от 3 апреля, 106-й федеральный закон. Данной программой могут воспользоваться клиенты, у кого доход снизился до 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Данное требование клиент может воспользоваться только один раз и до 30 сентября этого года. К сожалению, по данной программе есть ограничения по суммам и кредитам. В данной программе участвует у нас несколько видов кредит. Это потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотечные. По потребительским кредитам ограничения по сумме не более 250 тысяч рублей, по кредитным картам не более 100 тысяч рублей, по автокредитам не более 600 тысяч рублей у нас, и по ипотечным кредитам это в зависимости, где клиент у нас приобрел объект, который находится в залоге у банка. Это либо готовое жилье, либо по договору до любого участия, то есть на стадии строительства. Если клиент приобрел объект в Москве, ограничение по сумме 4,5 миллиона рублей в Московской области, Санкт-Петербург и субъекты Дальневосточного федерального округа до 3 миллионов. И остальные регионы у нас до 2 миллионов. Способы подачи данного требования в банк клиент может осуществить со своего мобильного телефона, именно с того номера, который у нас зарегистрирован в базе, по которому мы можем идентифицировать клиента. Достаточно позвонить в полцентр. Если клиент воспользовался именно по мобильному телефону, оставил требования, в данном случае клиенту необходимо направить почту и документы, это заявление клиента и документы, подтверждающие его снижение дохода. Снижение дохода – это может быть 2 НДФЛ от работодателя, либо выписка по зарплатной карте, в том случае, если клиент на зарплату поступает на полном объеме. Далее клиент может обратиться в Испромбанк, в ближайший дуб офис, в том регионе, где он находится территориально, независимо, в каком филиале в России оформил кредит. То есть это оставшаяся сумма ипотеки или, в принципе, которая была взята? Которая была. По данной программе еще хотела дополнить, что с момента получения заявления в банк от клиента срок рассмотрения 5 рабочих месяцев. Вторая программа для клиентов у нас – это программа поддержки заемщиков банка, работников организации группы «Газпром», являющимися участниками корпоративной программы жилищного обеспечения. По досрочке платежа по программе понимается изменение условий кредитного договора в части приостановления платежей. То есть устанавливается льготный период. Льготный период у нас устанавливается от 1 месяца до 6 месяцев. И если, например, клиент обратился в банк, написал заявление, рассчитал свои силы на 2-3 месяца, но по истечении данного срока он понимает, что у него не получается вовремя платить платежи, то он может воспользоваться повторно. То есть эта программа действует до 30 сентября. Чтобы участвовать в данной программе, клиенту необходимо также позвонить по телефону, оформить заявление. Заявление, кстати, еще что удобно, может клиент не обязательно через «Газпромбанк» писать, а он может также предоставить через свою организацию. Также срок рассмотрения данных заявлений составляет у нас 5 рабочих дней. И потом из банка звонит представитель и говорит о решении. Да. И по данной программе, так как у нас идет отсрочка платежа, то, соответственно, тут идут изменения у нас в кредитном договоре. И клиенты подписывают доп. соглашения кредитного договора. И должны подписать все участники сделки. То есть, если, например, у нас есть заемщик, заемщик-поручитель, все должны подписать. Начисляются ли проценты в течение вот этого льготного периода? У клиента в момент льготного периода начисляются только проценты, согласно кредитного договора. А основной долг идет отсрочка. И третья программа – это программа банка, опция реструктуризации отсрочка платежа. В этой опции у нас участвуют потребительские кредиты, автокредиты и ипотека. Здесь уже ограничений в суммах нет. Единственное, что срок отсрочки ограничен от одного месяца до трех месяцев. Обязательно условий еще не должно быть никаких просрочек у клиента. То есть, чистая кредитная история должна быть? Да. И способы подачи данных заявлений, то есть по данной программе, только в банке. А какой категории клиентов ипотечные каникулы не будут предоставляться? Допустим, вы ко мне подойдете, скажете, я хочу написать заявление на срочку платежа, у меня там трудная жизненная ситуация. Я не могу вам сразу же сказать, что нет, мы вам откажем. Ни в коем случае. У клиента принимается заявление и уже индивидуально рассматривает. Я не могу вам сказать прям точно, что могут. Но это в первую очередь, чтобы у клиента не было просрочек, конечно же. Если у клиента есть просрочки именно по этому кредиту, по которому он к нам обратился, то банк может отказать. Чем вы больше затягиваете, тем это становится хуже. У вас портится ваша кредитная история, которая, к сожалению, из базы данных кредитных историй у нас не стирается. А где получить всю интересующую информацию, учитывая режим самоизоляции и то, что работники проживают в разных регионах? Вся информация у нас есть на официальном сайте Госпробанка. Она ежедневно там обновляется в зависимости от изменений. Ну, колл-центр. Либо звонить непосредственно в сам филиал банка. Спасибо, Оксана Викторовна, что нашли время ответить на вопросы наших работников. До свидания. До свидания.